дамы и господа мои вам здрасте мы продолжаем поиски контролёров в новой короткометражной модификации на stalker зов припяти на распутье но прежде чем идти ставить сканер который нам дал профессор прошлой серии сканер нам нужно поставить деревне вот здесь вот я решил поискать техника ну вот на карте в принципе он отмечен так же как зои припяти везде такими же значками оказывается у него можно нехило тут а пора пыльца ремонт сделать ну-кась ну-кась во видали и денег принципе насколько он берет денег по штуке 2200 стоит так давайте-ка мы вот здесь вот этот ружбан проапгрейдим и что нам еще и вот это ствола попроапгрейдить можно о еще можно и свой костюмчик проапгрейдить раз нам ничего не дают и отремонтировать недорого берет а зачем нам здесь бабло короче ремонтируемся братва и валим на поиски этого несчастного контролера пацаны мы на месте так кто-то здесь нас ждет кстати я у этого чубрика который ремонтник потратил все бабло елки-папа то я бред сделал капитальный на оружие вот сейчас посмотрим как и бегать я теперь могу блин сколько мне влезет сейчас вот этих вот зомбарей я думаю я на 1 2 вынесу ну давай мне бы чего-то это как его о видали как гасит настильность хорошая отлично двоих еще двое ларца где-то так один готов какой некрасивый а еще один бронежилет и вот обратите на спать красавчики кстати таскать мы можем плюс 10 килограмм в этом броники теперь так что можно тут грабить их подряд о детектор артефактов нашел артефактов детектор дай помните к трассе фактов какие-то автоматы у них так где же нам этот сканер то поставить здесь наверху что ли скорее всего уже место придумали ну и и как как быть станет всех юности так еще и такое что это внизу а вот и и мои это опять неизвестно этот stalker нас ждет забыл как его зовут имя такое замудренное время узнает на принципе она не важно я подумал нафиг что тут уже контролер появится приветствую берка успехи а велиар его зовут елки-палки владиком будешь как видишь работаю ты ведь не контролировать меня пришел чего тебе нужно я вновь нуждаюсь той помощи мой друг сожалению в этом мире есть места в которые у меня нет доступа одно из таких мест нужно проверить прямо сейчас это тут недалеко островок за мной я подожду тебя здесь понял интересно почему ты его не можешь проверить и как нам туда пробраться лучше наверное вот с этой стороны сейчас обойдем коллектив чую этот перец нам какую-то подлянку тут точно приготовил какие-то тут свечки расставлены почему заход заказом по радиации поэтому бегаем а вот еще одна записка все понятно за горох отсюда как-то так уже радиация я нахватался и ваш кентайкот все лечимся и идем запит а записки сообщим этому кренделю так братан с такими заданиями ты скоро нам денег уже должен будешь здоров брат вот что там было ага значит он в курсе что мы его ищем расскажи мне об этих контролерах каким образом он узнал что ты мне помогаешь контролеры владеют телепатией если наш такой умный что умеет разговаривать и писать он вполне мог прочитать наши мысли берк стоит твои может и мог но не мои придется придумать что-то действительно хитрое чтобы выводить его такому контролеру будет непросто противостоять и все же я верю что все закончится хорошо а после мы встретимся и поблагодарим друг друга за все что пережили вместе слушай виляр вся эта история меня настораживает я хочу знать кто ты и что здесь происходит что ж берк посети бывшую базу чистого неба может ты найдешь чего интересного лады снова у нас загадка снова надо идти на базу чистого неба вернее не снова в этой модификации а вообще не знаю я почему виляр попросил нас ходить на базу чистого неба то обязательно сходим сейчас у нас появилось задание поговорить с тропником что за тропник вы знаете что нам сейчас скажет мы сейчас узнаем а вот он стоит нет ни фига это не тропник а вот тропник иван тропник привет ты ведь раньше был проводником клана чистого неба да я очень хорошо воспользовался а хочешь воспользоваться моими услугами мне нужно попасть на вашу бывшую базу и порыскать там а вот он получается в чем секрет необычная ходка плата будет тоже необычна нужен смелый сталкер который сможет выкрасть кое-какие документы с базы бандитов на северном кутере кроме меня на базу чистого неба тебя никто не проведет так что выбора у тебя особо нет интересно по другому обычно не бывает что за документы такие на той неделе братки грабанули военных которые несли отчеты об исследованиях недавней аномальной активности в нашем районе на кордон как ты сам понимаешь доки они отобрали в числе прочего снаряжения и они им не нужны документы которые меня интересуют датируются 13 июля 2016 года так иван есть мысли как их выпрость думаю будет проще всех убить наверняка они все пьяные это не составит труда а так сам решай сможешь выпрость по тихому то почему нет ну что пошли сам собой пошли вот оно что получается у нас получается прямого перехода то нету в сторону от базы чистого неба теперь получается надо выкроить документы ну что бывает а ну пойдем что всех перебьем чертям собачьим блин засада ни одной гранаты нету придется действовать с помощью автомата тут пять рву у нас сидит ага пьяные они ребятки пьяные ребятки пьяные не видно ни хрена так а что у нас с ПНВ нет ни хрена что-то нам не попадаются жигатые так кого я тут приложил спать а тебе родной пойдем в атаку мы не ищем никаких путей так где вы там остался ох нихуёва положил у меня они тут гранатами сами себя закидали ха ха придурки его документы нашел так что можно сваливать что-то есть контакт еще одного приколыгу ладно за кадром я их обыщу в принципе можно и так обыскать что у них тут патронов позабирать аптечки о гранату появились отлично и пожрать есть так ну чё встречаемся возле тропника хорошо тропник далеко не убежал так же возле костра и стоит ну чё гаврик я достал эти документы ты можешь как-то пояснить мне что все это значит погоди дай сам прочту ага значит так смотри я дам эти документы отцу Михаилу это его происки а сам для этого прокомментировать увы не могу тебе вроде на базу чистого неба я проведу тебя и пойду в бар обратно сам пойдешь пошли коллектив я дико конечно извиняюсь что я играю ночью на базе чистого неба нам нужно посетить вот здесь каморку где постоянно сидели у нас главари на первом этаже у нас имеется такой вот ящичек а тут лежит книга зло в обличии хитрости читать не буду нафиг она не нужна смотрите кто-то у нас появился ха-ха это еще кто наверно проводник ага проводник о зомбарь эээ правда без оружия тогда я попробую побазарить о боже ты кто мать нахер зомбирован странно нападает елки-моталки ты его профессору а интересно уже поворот нейтральные зомбированные появились так еще с профессором я к вам с подарочком здравствуйте молодой человек под подарочком вы имейте ввиду этого зомбирована именно встретил его на базе чистого неба как видите он нейтрален подумал что будет вам интересно ха это действительно интересно знаете мы с вами даже можем испытать на нем мою теорию так что за теория только давайте без научных терминов у меня есть оборудование которое может быть сможет вернуть его в нормальной человеческой жизни но для его корректной работы нужен артефакт ага интересно давайте попробуем что за артефакт вам нужен светляк если вы найдете его то можем провести эксперимент конечно я найду его ха ха пойди туда снова принеси не знаю что а первым делом в поисках светляка давайте сейчас обшарим сгоревший хутор может быть здесь оно находится главное тут ни на каких шнурках не напороться что тут может быть надо во какой-то артефакт имеется вот это да это аномалия у нас вот это не есть хорошо а вот понятно хе-хе так и что это у меня здесь а артефакт светляк вот смотрите я сразу ребята блин напоролся на нужный нам арт сваливаем отсюда ну че профессор мы тут в принципе недолго искали артефакт отлично я приступлю к под настройке оборудования и как только будут результаты сразу вам сообщу лады лады насколько интересно ждать о чем продает то я что даже не посмотрел что у нас тут светляк 13000 стоит блин бабла у меня 1273 ни хрена нет а так будет ну он радиационный нафиг он не обосрался если честно этот артефакт теперь наверно надо где-то нам подождать а вот у нас следующее задание появилось кто-то нас вызывает на бой поговорить с медведем немножко косолапый че хотел нет это Гришка богатырь а вот он привет дружище как ты? приветствую Семен у меня все отлично чувствую себя на все сто ага может выйти а нет я больше не пью че? что случилось? я просто осознал всю бессмысленность и посредственность этого способа расслабиться что с тобой стало? начал называть меня по имени перестал пить я ничего не понимаю много лет я скитался по зоне и брал все что хотел не заботясь страданиями других и вот я здесь с деньгами и славой но не мудрее чем был когда-то и когда я оглядываюсь назад на свою жизнь мне не осталось никого из тех кого я любил собираюсь покинуть зону и начать все сначала искренне желаю тебе того же ага боже что происходит ну ведь ты че совсем дуба рухнул нахуй вот это типа так все что на следующий выйти за пределы территории церкви ну а что вышел я а дальше ты че а вот стоит кто ты ты кто такой велиар а а нифига себе туда припёрся вот ты че тут делаешь тебя тебя жду может пояснишь мне что ты делал с моим другом он сильно изменился то о чем мы договаривались исцелил его от всех недугов болен отлично будешь иметь ввиду что свои желания нужно четко формулировать дабы их не могли исходить такие как я есть еще такие как ты да берк есть сейчас это неважно приходи сегодня ночью на водонасосную станцию встретимся с одним человеком который поможет ну ладно понял я тебя значит че придется нам пойди поспать а пойди поспать отец Михаил прислал сообщение Семен как будет будет свободная минута зайди ко мне интересно девки пляшут пойдем искать отца Михаила сейчас я забыл где он находится да забыл так я и думал что отец Михаил сидит на втором этаже церкви в принципе недалеко а здравствуйте отец Михаил и меня звали пергаменты не утомляют жажды ключ мудрости не на страницах книг кто к тайным жизни рвется мыслью каждой в своей душе находит их родник прекрасные слова Иван рассказал мне что ты помог ему с документами спасибо тебе за это еще он говорил что у тебя есть вопросы я с удовольствием расскажу тебе все что знаю могли бы вы объяснить мне как вы понимаете то о чем говорится в этих доках хорошо но сперва один вопрос ты веришь в Бога? нет значит такой вопрос в свете последних скорее последних событий скорее да чем нет небольшая предыстория чуть больше месяца назад на болотах я увидел оккультные символы после чего 13 июля все болота рыхануло я было подумал что это выброс но как-то мы пили чай с профессором и он утверждал что это была абсолютно аномальная тряска никак не связанная с обычными выбросами я считаю что пространственный разрыв о котором говорится в документах это некая лазейка в ад кто ее открыл зачем я не могу даже предположить однако что-то оттуда пришло в наш мир и не одно как ты помнишь из отчета было два сгутской энергии кто это или что враждебное это или нет я увы знать не могу это все мои мысли по этому вопросу занятно отец даже не знаю что думать ну что с отцом Михаиловны мы обсудили в принципе вопрос по документам теперь я предлагаю поспать и отправиться в водонапорную башню и совсем мне непонятно с какой-то стати насосная станция стала в башне водонапорной вообще не понял похоже смотрите где это есть виллера 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 мертвый ё-моё я думаю его вообще убить невозможно так да не только так а дальше так куда-то идти сканер передает координат внезапно на помощь волны психоактивности северной части болот северная часть болот это вот здесь а а да выполнить свою часть уговора так если все активность там скорее всего что-то случилось сомбарей полно наверное пап надо быстрее туда бежать ну вот мы и на месте поставил я правда автомат на всякий пожарный вот в этой темноте и поймешь что тут делать-то творить так ну что тут какие-то ох 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 да точно зоны вот 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 автомат их плохо крошить а быстрее перезаряжайся здесь контакт так 11 рылов нифига себе ладно я с ними давайте сейчас разберусь а потом уже вишу снова запись тут оказывается ребята контролер засел ё-моё как его выпилить я пока что ума даже не привожу вон он ходит ручь гранат мил вот смотрите живучий гад а есть контакт ох ты швелиар опять да ты чё ты же мертвый был совсем офигел ну-ка чё ты тут за велиар ну как я видел твой труп контролер следил за тобой берг мне пришлось инсценировать свою смерть он поверил в это и раскрыл свое местоположение а ты мой друг несмотря ни на что отправился выполнять свою часть уговора теперь все долги выплачены и твой и его хочу сделать тебе подарок вот этот артефакт надеюсь он будет тебе полезен получили мы летучую мышь даже не знаю что и сказать ничего говорить не надо что ж берг это было увлекательное приключение кто знает может когда-нибудь мы снова встретимся и поможем друг другу а теперь я удалюсь до встречи до встречи до встречи так и что за артефакт нам дал летучая мышь все защита восстановление здоровья в общем только на радиацию минус давайте повесим на пояс профессор молодой человек наш эксперимент увенчал с успехом приходите посмотрите ладно я за кадром ребята сейчас обучу этих всех чубриков пособираю тут аптечки может очень интересно найду и отправимся к профессору в церкви я первым делом поспал избавился от ненужного хлама отправляемся к профессору так ну и что ты нам скажешь где он сидит в соседней комнате проходите пожалуйста ага вылечил видать зомбированно молодец так как ты Берг что ты наделал о чем ты откуда ты знаешь мое имя ты даже не представляешь какую кашу ты заварил зря ты ему помог так а кому вильериалу этому или вильериалу откуда ты знаешь кто ты вообще такой ох нифига себе и на этом ребята у нас получается модификация заканчивается ну в принципе короткометражка хотелось бы конечно что нибудь глобального с другой стороны спасибо разработчику за то что не было вылетов сюжет такой ну как интересный сюжет но то что одна локация мне болото вообще не нравилось никогда локация ну да ладно в принципе поиграть стоило модификацию на этом ребята хочу со всеми попрощаться спасибо что смотрели меня с вами был я старый сталк а пока ребята всем пока